Мы едем в детский дом Журавушка. Он находится в Улан-Удэ. Построили его еще в 45-м изначально для обычных детей-сирот. Но последние пять лет здесь проживают дети с инвалидностью и нарушениями развития. Ну вот, собственно, и сам дом. Условно он разделен на три блока. Для тяжелобольных, для детей, кто не может самостоятельно передвигаться, и отделение для тех, кто ходит сам. Поздоровайся, скажи здравствуйте. Мы хотим вам показать кабинет психолога. Я психолог. У нас тут занятия проходят, диагностика. Здесь стоит программа логопедическая для логопедических занятий и для общеразвивающих. Но мы сейчас покажем логопедическое занятие тоже на дыхание. Да, Алеша? Да. Такой у нас будет с червячками, да? Ох, эти жуки-короеды! Скоро всем деревья загубят! Давай деревья спасать! Всех жуков сдувать! О, это оно анимировано, они очень интересные. Леша, у тебя один червячок остался. Давай его сдуем с тобой. Давай еще подуем. Я не могу его сдуть. Ну, я вообще-то. А вот так ему нельзя, нет, нельзя хитрить. Да. То есть это вот стимуляция мозговой деятельности через движение, да? Да, бы развивался у нас уже интеллект. Ну, насколько мы можем себе это позволить, мы стремимся вот к максимальной границе вот того, что ребенок может, мы стараемся к ней притянуться. Можно, да, заходить? Конечно, конечно, проходите. Здравствуйте. Здесь, получается, находятся дети самые тяжелые, это отделение милосердия, дети лежачие. Ну, вот именно в этой комнате у нас двое детей, получается, с трахеостомой и трое с гастростомой. Он не может дышать самостоятельно. Да. Кислород падает в крови, поэтому мы измеряем кислород, обработка трахеостомы, гастростомы, включение кислорода. У каждого свои милосердия и аппараты. Чем это ему нравится? Да. Может, ему щикотно, нет? Нравится ему трогать? У него уже ощущения затруднены, то есть он не веет, практически не слышит. И все ощущения, это доступно ему, это кожа, движение, да, вот. И, естественно, стимуляция ему нравится, он с удовольствием всегда встречает. Мы вас хотели с Мунко познакомить. А Мунко обиделся. Ну да, но его уже в настроении. Не в настроении сегодня. Ой, Коша. Привет. Вот сегодня что-то у нас, да. Видимо, то, что снег, они дети чувствительные к погодным изменениям. Он пришел к нам в 17-м году, получается, 5 лет назад. Пришел он, вот как грудной ребенок, запеленанный в пеленочку, лежат вот они столбиком. Вот он был таким, маленьким, намного меньше. То есть ему, в принципе, это 14 лет. Ну, где-то вот так он подрос. Лежал он столбиком, он не двигался практически. Наши педагоги с ним активно занимались. И вот сейчас, вот вы сами видите, то есть он поворачивает. Но переместиться, если ему игрушку, вот он будет здесь, а игрушка будет там, он ее добудет. Чтобы переодеть, да, ребенка, мы отстегиваем, открываем. Нянечка подходит, да, то есть может его повернуть, там, если его перевернуть. Те, которые поактивнее, у них кровати, вот там, вы видите, пониже. А так, вот это, чтобы няям было удобнее, потому что у нее, у нас здесь в отделении 17 детей, 2 няни в смену. Это тяжелый труд физический. Пятеро детей в одной комнате, это не много для одной комнаты? Да нет. По всем предпребованиям, которые... У нас выбора-то нет, у нас дети-то есть. Особенные дети появились в 2017-м. Их перевели из-за Каменского психоневрологического интерната. В основном это детки-отказники, но встречаются, так сказать, домашние. Вот, например, нам жил Ма. 6 и 7 лет жила с мамой, а потом мама умерла. Очень жизнерадостный ребенок. Любит общение. У нас все ее любят. Да, она всегда улыбается, машет рукой на приветствие. Помаши, тетя, скажи привет. Вот так, привет. Как у тебя дела? Вот так. У нас дела хорошо, да. А это Вероничка. 8 из 9 лет она жила дома, пока маму не лишили родительских прав. Она не так давно у нас пришла. Она тоже была гораздо меньше, так скажем. И сейчас вот она как-то поулыбчивее, она может и посмеяться. Давай, Миша, скажи что-нибудь. У него характер такой серьезный. У-у-у, поулыбайся, поулыбайся. Вы сами замечаете прогресс занятия? Вот есть какой-то сдвиг? Как сказать-то? Да, все зависит от его настроения все равно. Ну и от судорогов тоже. Если судороги наблюдаются, то я стараюсь это сильно не делать. Упражнение. А богатырь. Судорога, он любит всегда. Богатырь. Ну ладно, Михаил, мы пойдем. Давай, не болей, занимайся физкультурой. Да, не скандаль. Пока-пока. Пока. У нас у помощников по уходу служная работа. Они работают у нас по 12 часов. После того, как отработают, они у нас два дня отдыхают. Практически пять сиделок у нас не хватает и три воспитателя не хватает. То есть требуется вакансии есть. А это учебно-тренировочная квартира. Для нас вещи обыденные, а для детей практически космический корабль. Здравствуйте. 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 Чай пьем? Очень приятного аппетита. Чем вы занимаетесь? Готовили. Готовили? Что готовили? Путерброд. Хлеб. Да, конечно, какое действие было. Сыр, потом намазали. Что мы мазали на хлеб? Масло. Масло. Кто это делал? Мы. Сами все делали, да? Своими руками. Все резали. Молодцы, молодцы. Готовили себе бутерброд. Да, они вкуснее, чем арбуз. Ну, мы, ребята, учим навыкам самообслуживания именно в квартире. Они знакомятся с техникой, с бытовой назначением, бытовых приборов, холодильник, электропечь. Там у нас есть ванная комната, где они учатся, знакомятся со стиральной машиной, с функциями стиральной машины, чтобы они могли это все самостоятельно делать. Все как в квартире, да? Да, квартира мини. Почему? Ничего себе у вас санузел, как вся моя квартира. Так и моя практически тоже. Вот это сделали, переложили. Это сделали, переложили, чтобы ничего не пропустить. Сняли штаны, подняли кружку унитаза, да? Сходили в туалет, взяли, вымыли туалетную, да? Да, вот то есть. Вымыли руки, да? Да, да, вот обязательно потом вот что смыть унитаз нужно, да? Одеться, вымыть потом руки. Платье, да, девочка, платье? Туфельки. Ммм, как интересно. Ну, ребятам, я думаю, нравится, да? Конечно. Ну, сюда любой ребенок может прийти? Или у вас тут тоже какое-то расписание? У кого есть потенциал? То есть, с кого можно развивать и заниматься. То есть, мы уже практически второй год, да? Да. И мы занимаемся с одной и той же группой. Основное – это пять человек. Но мы планируем сейчас закончить в этом году и добавить еще новых детей, которые у нас подрастают, и заниматься здесь. Дети, все слушать внимательно, Лиза. Берем глазки, глазки, наносим клей и прицельный. Так, наносите его. Так, сама наноси клей. Сама, ты же умеешь? Сама наноси. Да. Так, это у нас ватные диски, клей ПВА, да? Да, клей ПВА. Это ты все сам сделал? Сам? Сам, конечно, наносит. А вы помогаете приклеивать, да? Да, помогаю. Он у нас не говорит. Кто это у тебя? Это птичка? Птичка. Птичка. Расскажи, как ты ее сделал? Я ее сделала. Ты ее сама сделала? Я ее сама сделала. Птичка. Красивая птичка, да? Сделала птичка, да. Мелкие моторики рук у нас плохо развиты. Работаем над аппликацией, рисованием и, конечно же, пластинографией. Пронимает активное участие во всероссийских международных конкурсах по пластинографии, где у нас дети наши отмечены крамотами. Ты меня хорошо видишь? Да. Я тебя тоже хорошо. Себя хорошо видишь? Да. Да. Широко откроем рот, как голодный бегемот. А-а-а. Скажем? Давай громче. А-а-а. Так, хорошо. Так, у нас есть воротики. Мы теперь через трубочку подуем и мяч в ворота загоним. Давай, дуй туда, чтобы он попал. Умница, молодец. Все игрушки у нас разложены по контейнерам. Тут детская посуда, бизи-борты, наборы, маленькая принцесса, фрукты, овощи есть, вкладыши, шнуровки. Так, сортировщики, аксессуары для орлевых игр. Хорошо. А тут у нас, я так понимаю, это тоже, да, для мелкомоторики. Ребятишки могут... Это называется каврограф. Каврограф. То есть своеобразный кавер, на который можно перемещать фигуры в любое время. То есть в зависимости от задания, которое дается ребенку. Это очень интересно. То есть тематики разные. Это может быть не только природа, это могут быть и геометрические фигуры, и из мультфильмов какие-то сюжеты составить. Бизи-борты, у нас есть даже эксклюзивный с Байкалом. Мандаринки, груши. По цветам, да, они по цветам изучают. Да, камушки нацеплоти, сумка так далее. Сополнитель тут разный. А сюда приходит, ну, примерно 20-25 человек здесь кушают у нас. Четырех раз вы питаете? Нет, у нас шесть раз. Шесть раз? Да. Ну, полдники и так далее. Стараемся разнообразить свое меню. Фрукты, овощи обязательно в рационе. Соки и так далее. Ну, и можете познакомиться с нашими поварами, они расскажут, что они готовят. 23 ребенка кушают пищу перетертую. Вон блендер стоит, который хватает нам, ну, наверное, на месяц, потому что вот эту кипящую, всю горячую пищу мы перерабатываем. То бишь, все блендерим. Они не могут жевать сами. Поэтому, допустим, первое, второе, все это блендерится. Мясо перекручивается на мясорубке. Допустим, один ребенок не переносит перловку, другой ребенок не переносит капусту. Третий ребенок нельзя молочное, потому что у него аллергия. У нас каждому индивидуальный подход ребенку. Потому что за пять с половиной лет мы их уже выучили, изучили. У нас лифта, как сами понимаете, нет. То есть у нас в основном мероприятие проходит на втором этаже в актовом зале. И чтобы туда подняться, вот используем такое приспособление. У нас их несколько. То есть два лестничных пролета, то есть и там, и там, и здесь все оборудовано. Ну, конечно, наши мужчины помогают в этом. Ну, пока я предлагаю пройти в наше отделение. Так, и посмотрели, кто здесь пришел. Здравствуйте. Это второе отделение для маломобильных детей. У нас ребенок не видит, не слышит. Ну, приятно саморазвиваем тактивное восприятие. Пытаемся развивать двигательную активность. Пытаемся ходить с ним. А как он вас узнает, что это вы? По голосу, не знаю, тактильный контакт. Каждое утро мы приходим, начинаем с обнимашек. По запаху, видите, не чувствует. Обнимается крепко. У него так. Да, вот видите, он меня тактильнее изучает. И знает, что уже пришла. Воспитатель. Все, на мне повис. Саша у нас видит. Саша у нас только не разговаривает. И слышит, да? Слышит. И танцует еще у нас, да? И танцует, и поет, да, Саша? И танцует, и поет. Сему 7 лет он у нас буквально месяца 3. Недавно приехал. А, он у вас новенький, да? Да, новенький, самый младший. Он приехал из-за Каменска. Мальчик любознательный, активный. Ой, ну все, крепко мне надо. Все? Все? Пойдешь мне что-нибудь смотреть? А, Саша? Саша? А вы с ним как занимаетесь? С ним, ну, мы в основном развиваем мелкую моторику, готовим его к садику, к школе, что усидчивости. Он у нас очень активный ребенок. Жены, родительский прав, ребенок пока у нас. Ну, мы надеемся все-таки найти семью. Семьи мы находим. За этот год мы уже четверых детей отдали в опекунские семьи. Вы видите, какие они тактильные, как требуют любви и внимания. Но, к сожалению, вот у нас один воспитатель, допустим, и две сиделки. Ну, мы не можем уделить физически внимания каждому ребенку, к сожалению. Это комната. Это у нас что, кухня, да, здесь? Да, здесь. Мы тоже занимаемся, да? Мы вам не помешаем? Нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что вы делаете со слониками. Да, со слониками мы что делаем, Алексей? Мы сегодня работаем по формированию действий, по образцу и по подражанию. То есть у нас две одинаковые игрушки, и мы с Лешей должны вместе параллельно отрабатывать элементы. Мы взяли одновременно со стола игрушку, мы сжали предмет и поставили. Вот эти навыки мы сегодня должны отработать и закрепить в конце занятия. Диплом награждается лауреат первой степени всероссийского конкурса «Евреев Булат». Вы не представляете, сколько мы грамоты дипломов получаем? Да? Да, мы ежемесячно, у нас 2-3 ребенка точно побеждают, и не только в наших республиканских, но и всероссийских, даже и международных. Здравствуйте. Светлечки, к вам можно? Да, здесь у нас занимается Вара Вара, ей 12 лет. Она обучается по программе «Вариант 1» 6.3. Это что за вариант такой? Ну, для детей, которые имеют определенный диагноз. Меня зовут Емина, тебя зовут Варя. Расскажи мне, как давно ты тут живешь? Нравится тебе? Я приехала 27 сентября сюда. А мне здесь нравится, все здоровы, хорошо обучаются. Нравится тебе здесь? А что ты любишь вообще? Что тебе нравится больше всего? Ну, в основном я люблю пить. Пить? Да. Ой, ну спой, пожалуйста, нам, Варя. Расскажи мне, как ты любишь. Выходи, она велик, Катюша, на лотовке велик, крутой. Выходи, она велик, Катюша, на лотовке велик, крутой. Это наш зал. Тут физкультурой лечебной занимаемся. У вас тут прямо все очень серьезно. У нас оборудование такое, которым мы гордимся. То есть не во всех учреждениях, даже в республике такое есть. Это Була, да. Давай, Була, покажи нам. Класс. Да вот. Опа, перешагивай. О, молченка. Такой молодец. Покачает, ну, в одну сторону. В одну сторону. В одну сторону. Замечательный тренажер. Очень даже. Вообще всем детям нравится. Всем. Ребенок, который никогда самостоятельно не может постоять сам. Это приспособление как раз, чтобы для вертикализации его тела. Так, а тут еще ноги, да, получается, да? Пристегиваются ноги. Да, обязательно фиксируются ноги. Фиксируются ноги. Колени. Колени фиксируются, пояс фиксируются, да? И ребенок может стоять, да? Тут что-то отменилось в состоянии. Все, что угодно. Хорошо, здесь у нас что? Это у нас велотренажер, да? Обычный. Да. И большой телевизор. Ну, куда же здесь мы? Это не просто телевизор, это такое у нас с уникальным тоже оборудованием, которое получено по гранту, который мы рисовали. А он сенсорный, да? Сенсорный. Тренировка памяти. То есть здесь у нас движение, здесь у нас познавательные, да, внимание, тучность. Леша, красный треугольник. Это хорошо. Я тут болтаю, тебя не слышно? Молодец. Молодец. Кирилл. Кирюха. Кирилл. Сейчас, пустите голову. Кирилл. Ручки, ручки где? Вот они, ручки где должны быть. Молодец, Кирилл. Молодец. Нагрузка, как у космонавтов. Детям в буквальном смысле учатся ходить, говорить и адаптироваться к внешнему миру. Группа смешариков. Это мальчики и девочки, но младше в возрасте. Отсюда, да? На второй этаж. Значит, там у нас сколько человек проживает? Да. В том отделении у нас получается более 25 человек. Так, это те, которые мобильные, могут с вами передвигаться, да? И более взрослые, да? Да, да, да. Они у нас как раз, вот это отделение у нас будет самостоятельно в столовую. А это Маша наша. Маша, привет. Маша очень любопытная. Привет. Привет. Любит новые лица. Маша, расскажи, что ты делаешь? Что мы делаем? Это что у нас? Что у нас? Лук. Где лук? А возьми лук. Покажи лук. Вот, молодец. Положи в корзину. Вот и маска. А где капуста, Маша? Капуста. Кровавка. Да, положи в корзину. Так, здесь у нас санузел. Три раковины, полотенца, стаканчики, стаканчики, зубные щетки. Вот каждый стаканчик подписан, да? Вот, например, Калачихина, Вероника. Вот. У каждого есть своя зубная паста. Мыло. Мыло тоже подписано вот. Тут шпадом. Моется. Тут шпадом. Ну, на этом этаже живут и девочки, и мальчики. Да, да. Здесь это игровая, где они частично занимаются, кроме классов. Мы порисовали немножко. Вот наши работы вывесили. А, вы порисовали? Да, это мы сегодня нарисовали. Сразу вешаем. Вот сейчас Вероника у нас закончит, и мы туда же посмотрим, и чтобы они видели свои работы. Вероника, щетку мы твою видели, твой стаканчик видели. Вероника, как у тебя дела? Телка. Хорошо все? Телка. Телка. Расскажи, что ты делаешь? Вот ты опять зеленого ежика делаешь, да? А, Вероника? Зеленый ежик. Вот уже повзрослее мальчики. Повзрослые. Да, здесь у нас особый присмотр требуется, потому что, ну, такие уже, видите, сильные уже такие. Иногда бывает, что ведут себя нехорошо. Мы идем в комнату номер пять, в гости к Степанову Степану. Да, Степа, можно к тебе? Можно. В нашей комнате здесь спят пять человек, получается. Пятером, да, в этом? Дружно живете? Угу. Где твоя кровать? Вот. Можно будет присесть? Присаживайтесь. Ну, мне говорили, что, типа, папа жив, но я не знаю. Степа, то есть ты в каком детском доме рос? Я сначала рос в Сергию Посаде, детдом, не помню. Потом меня, это, перевели в малышок, я там, ну, до десяти лет, с восьми до десяти. И потом я в нашу улицу попал, с десяти до одиннадцати. Потом я попал сюда, в жарочку. А какую бы ты семью хотел? Расскажи. Да, по-самому обычному. Чтоб мама максимум работала, там, ну, воспитателем или директором каким-нибудь. А папа просто, чтобы где-нибудь, там, не знаю, столер был бы или кто-нибудь. Я к ним хорошо бы относился. Ну, они бы ко мне, соответственно, хорошо бы относились. Ну, вот, будем искать тебе папу столера и маму воспитателей для тебя. Хорошо. Моника Афанасьевна, это вы точно мамы почти? У нас все воспитатели как мамы тут. Переживала. Поволновалась. Моника Афанасьевна, ваш муж случайно не стоит? Случайно нет. Ну, конечно, у нас каждый ребенок желает семью. Конечно, им требуются мамы, папы. Каждый ребенок мечтает о семье. Ну, соответственно, Степа у нас, как и обычный ребенок, также желает семью, маму, папу. И, конечно, у него желание быть, как обычные дети. И, соответственно, он многое умеет, многое может. И, конечно, хотелось бы, чтобы у него было хорошее будущее. Это, наверное, одна из самых тяжелых и самых ответственных съемок. Мы все живем ради будущего наших детей. А этой семьи под фамилией Журавушка тяжелее остальных. Там не один и не двое, а целых 55 детей, которые из своего космического корабля готовятся выйти на новую Землю. И пожелать им хочется одного – чтобы новый мир, к которому они так долго готовились, ответил им взаимностью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...